Приветствую вас. Вопрос в данном случае клиента заключался в том, как им могут перестать реагировать на определенные взгляды определенных мужчин. Я не считаю, что в силу профессиональной этики я могу говорить о подробностях этого вопроса. Поэтому постараюсь ответить максимально вот в таком общем ключе. В первую очередь, была травмирующая ситуация. Да, она, эта ситуация, наверное, действительно вас впечатлила, впечатлила своей неожиданностью, своей стремительностью, своей быстротой, когда ничего не успеваешь сообразить и все, а человека уже нет. Это действительно, вероятно, вас задело. Вы, оставив такие чувства, ну, к примеру, оставив такие чувства, как беспомощность, может быть, стыд, может быть, что-то еще. И вот эти чувства, вот та агрессия, которая у вас появляется сейчас, на мой взгляд, ее нужно вам прожить, то есть вербализовать, то есть выразить, вероятно, как раз, вот, тому человеку ситуацию, с которым вы описываете. Это угроза, но угроза чего? Дело в том, что ситуация ведь выглядит еще и так, что вы чего-то в себе не принимаете. Ситуация выглядит так, что вы избегаете своей беспомощности, избегаете какого-то, ну, какой-то своей позиции, какого-то своего положения, которое может случиться. Вот, потому что не всегда и не все зависит от нас, но избегая этого положения, боясь его, не принимая его, обесценивая себя посредством этого положения, точнее, посредством перспективы, возможности этого положения, вы, конечно же, оказываете себе медвежью услугу, безусловно. Поэтому, в первую очередь, прожить те чувства, которые у вас возникают максимально, столько, сколько нужно. Второе, это принять определенную грант в себе, которую вы сейчас не принимаете. При этом очень важно подчеркнуть, что речь идет не о позволительности чего-либо. То есть, речь идет не о допущении какого-то поведения по отношению к вам и каких-то действий по отношению к вам, ни в коем случае. Мы здесь говорим о принятии возможности этого положения, и мы здесь говорим о несвязанности этого положения, например, с вашей личностью. Зачастую, в ситуации, которую вы описываете, зачастую, в общем-то, достаточно бывает просто выразить, ну вот, определенные чувства, да, Я, значит, по-моему, человеку, вот, который, вот, стал, ну, действующим лицом вашей ситуации, да, Вот, это, в принципе, чаще всего этого бывает достаточно, хотя, конечно, ну, понятно, что не всегда понятно, что по-разному бывает, вот, но, тем не менее. Есть допущение, есть допущение, есть допущение, такое допущение, что, возможно, вас беспокоит что-то еще, помимо. То есть, есть предположение, что он в самой этой ситуации, в самой, вы оказались в силу других переживаний, другого опыта своего и других проблем. А, естественно, нет у меня никакого подтверждения этому. И нет никаких, вот, ну, условно говоря, оснований это предполагать, вот, кроме моих, скажем так, ну, богабок. Вот, но, мне кажется, что покоя более чем возможно. Если, если что-то такое есть у вас, да, вот, если что-то такое имеется у вас, вот, то с этим нужно, конечно, работать. То есть, эта ситуация, она, ну, как бы, вот, как, такой, знаете, пусковой механизм, в данном случае. Что еще я бы мог предложить? Личные границы. Работаю с личными границами, вот. Потому что, как мне кажется, конкретно сейчас, вы боитесь, вот, ну, нарушения личных границ своих. Ну, боитесь, вот, что, в какой-то степени, значит, ситуация повторится, да, вот. И, соответственно, ну, ваши личные границы, да, они окажутся опять нарушенными, вот. Так же, как и, ну, вот, ваше физическое пространство, вот. Это, вне всякого сомнения, очень неприятно. Вот, поэтому работа с личными границами необходима, вот. Ну, в ряде случаев, вот, в вашем случае, я думаю, что можно поработать с этим, да, можно сделать их более... явными, более ярко выраженными, вот. И, соответственно, тем самым повысив, ну, вот, в той или иной степени, да, повысив вашу безопасность, вот. Скажем так. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.